Основной вопрос – это Украина. Конечно, есть другие вопросы в плане обороны Балтийских стран, всего этого региона. Конечно, есть вопросы и по Балтийскому морю, и, честно говоря, Швеции. Но первым делом это вопрос Украины, и гражданское общество, и политики, и чиновники Литвы. Вся элита поддерживает Украину и борется, что все решения, которые бы принимались тут, были как можно более полезные и эффективнее в плане борьбы Украины с внешним врагом, с Кремлем. Мы, как никто другой в Европе, честно говоря, говорили про это с седьмого года, то есть бронзового солдата в Эстонии седьмой год, потом война в Грузии, потом оккупация. Ну, то есть наш голос звучал. Если тогда мы были довольно одиноки, сейчас мы вроде бы в мейнстриме, но надо над этим как бы поработать, чтобы были и решения соответствующие. Потому что, как сказала бывшая президентка Дали Грибовскейте, то есть раньше мы говорили про это, и многие говорили, что ну вот мы тогда вас не слушали. Так вот, мы сейчас опять про это говорим. Пора услышать и сделать, не только услышать, но и сделать эти решения. Все понимают в Литве, что фронт в Украине и борьба ведется не только за свободу Украины, но и за мир всего региона, то есть они на передовой. И потому мы должны найти все возможные способы помочь. Так финансово, так с предоставлением оружия, так и с решениями в плане НАТО. Как раз наша мотивация, наша энергия очень важна по поводу будущих политических решений. Мы являемся голосом для Украины в Брюсселе, в Берлине, иногда может быть даже в Вашингтоне. То есть продвигая некоторые вопросы и осознаем, что мы, даже если мы там несколько процентов своего бюджета отправим в Украину, но это покроет, может быть, нужды какого-то отдельного региона Украины. Так что в этом плане мы понимаем, что эта чувствительность, эта энергия, эта мотивация даже больше нужна для нас самих, что мы понимали, что происходит в регионе, что мы были чувствительны, что мы чувствовали, что мы часть этой истории, часть этой борьбы. Хотя понимаем, что самые большие жертвы, конечно, происходят там, бомбят как раз Украину. И в этом плане, ну, это и наша обязанность, и моральный долг сделать все возможное, чтобы эта война быстрее закончилась победой Украины.